У христианского писателя Честерта, у него есть рассказ, эссе, с немножко настораживающим для нас христиан названием «Жрец весны». Очень интересная вещь, она завершается именно на гимном весне, где он восклицает, что я жду воскресения мертвых и вечной весны. Это созвучно, наверное, этому настроению. Мы говорили сегодня много об эмоциях. В церквях протестантских можно увидеть различный спектр эмоций, начиная, может быть, от каких-то церквей более традиционных, где доминирующим настроением является минорное настроение, оно объявляется духовным. Церкви более харизматической направленности, там сплошной мажор. Песни, пляски, танцы, скажем, церкви более традиционных конфессий, православные, они попытались соединить и то, и другое в службе. И недаром есть известное выражение, читаешь как панамарь, панамарей специально учили читать без эмоций. Мотивируя это тем, что разные люди с разным настроением приходят в церковь. Есть люди, которые находятся в состоянии, может быть, уныния или даже печали. Есть люди, у которых душа боет. И для того, чтобы найти себе созвучное в церкви каждый человек, поэтому стараются как бы умышленно, где-то безэмоционально читать тексты. Какое твое отношение к этому? Где золотая середина? С одной стороны, мы знаем, что Библия говорит, мы ходим верой, а не видением. Но с другой стороны, если взять те же псалмы, о которых ты говорил, мы видим, что это сплошные эмоции. Мы не видим сухого морализаторского христианства в царе Давиде. Мы видим широчайший спектр эмоций. Да и Бог, который, в принципе, где-то, может быть, мы думаем, что он не испытывает ничего, потому что он ничем не нуждается, он самодостаточен. Но, тем не менее, богодухновенные тексты через Евангелистовы, через Пророковы, через Апостолов говорят о том, что душа скорбит, о том, что Бог огорчается, Бог гневается. Где эта золотая середина, чтобы не впасть в чрезмерную эмоциональность и вместе с тем не быть бездушными автоматами церкви? Как в музыке, все-таки, есть произведения, которые, особенно, конечно, в прославлении, особенно в прославлении, допустим, харизматическом, есть песни, которые составлены исключительно из мажорных походов. И, наверное, есть такое настроение, бывает, и у человека бывает такое настроение, когда у тебя сплошной мажор, когда у тебя просто искры из глаз, и у тебя просто сплошной праздник. Но все-таки, а есть, допустим, песни минорных, это плачевные песни, как об этом в Библии тоже написано, плачевные. Когда мы сострадаем кому-то, мы входим в эти страдания. Ты не можешь вывести человека из страданий, пока сам ему не сострадал. Иисус написал, что сжалился и исцелил сына вдовы. Сжалился, он, значит, вошел. Когда Лазарь лежал мертвый, Иисус прослезился. Это значит, почему? Я уверен, что он почувствовал, что Лазарь чувствовал, когда он умирал. Это надо тоже понимать. Естественно, я не верю в безэмоциональность, но эмоции, конечно, не должны главествовать. Поэтому, я думаю, все-таки, в основном руководство церкви, да и вообще не только церкви, все-таки оно отданно мужчинам, потому что у мужчин эмоции все-таки никогда не бывают на первом месте. Они иногда им поддаются, но все-таки мы принимаем решение не эмоционально, а как-то более осознанно. И мне кажется, просто надо быть искренним. Потому что с искренними Бог поступает искренне. Когда Давиду было плохо, он искренне плакал перед Богом. Когда ему было хорошо, он искренне радовался. То есть надо быть действительно как дети. Им хорошо, они смеются, им плохо, они плачут. И они не боятся этого. Они не стесняются своих эмоций. Но и в то же время, ну как, ну им легче. Они, опять же, разум не давляют. Они не делают доктрину, что, ага, давайте теперь будем только плакать, потому что, ну вот, мы прочли, что сердце мудрого в доме плачет, да? И давайте теперь будем постоянно плакать. Но я думаю, что надо, написано у нас, плачете с плачущими, радуйтесь с радующимися. И в этом, мне кажется, и есть золотая середина. Когда ты входишь в состояние тех людей, которым ты служишь. Если ты служишь людям, которые умирают, допустим, и ты войдешь там. Нет, я думаю, что радость внутренняя, она может быть у тебя. Но ты должен сначала, как бы, выразить сочувствие этому человеку, чтобы помочь ему поверить тебе. Потому что мы иногда, я помню, что в нашей практике было такое, что мы своей бравадой иногда закрывали сердца людей. Редактор субтитров А.Семкин